Легенда о белом олене Давно это было. Жили в Лапландии лопари, в Саамах. Пасли оленей, ловили рыбу, охотились, дружили с карелами и поморами. И вот однажды старый шаман праздновал совершеннолетие сына. Много гостей собралось. Многим людям успел помочь старый шаман. Много подарков было. И новые нарты, красная рыба, вышитая одежда. И никто не заметил, откуда появился маленький олененок, едва месяц от роду, и совершенно белый. Подошел он к сыну шамана и встал рядом, словно признавая его хозяином. Удивились гости. Никто не смог вспомнить в своем стаде такого олененка, и никаких пометок на нем не было. Видать, это подарок матери-важенке, сказал старый шаман. Прими его, не обижай отказом. Пусть станет он тебе верным другом. Так оно и случилось. И с тех пор, куда бы ни пошел молодой шаман, следом за ним бежал белый олененок. А если нужно было срочно найти юношу, в первую очередь высматривали, не мелькнет ли где белое пятно. Так прошло три года. Вырос маленький олененок в красивого, могучего оленя. И однажды пропал. Целый день искал юноша, верного друга. И только к вечеру далеко за стойбищем обнаружил свежие следы. С утра собрался он и пошел по следу. Только отошел от стойбища, как увидел вдали знакомый силуэт. Но стоило ему только приблизиться, как олен исчез, и снова появился где-то вдалеке, словно завяз за собой. Целую неделю шел юноша по следам оленя, переплывал реки, обходил озера, но никак не мог к нему приблизиться. И, наконец, вдруг увидел, что стоит его олень на краю большой поляны и пристально куда-то смотрит. Тоже набросил он аркан и только потом посмотрел, куда же смотрит его олень. Там, на большой поляне, молодая корелка собирала мороженую. Она подняла голову, и глаза встретились, и оба поняли, что это судьба. В те времена у лопарей, корелов, поморов была такая традиция братьев, жены, девушек из других племен. Поэтому родители девушки обрадовались новому родству и благословили молодых. Посадил он невесту на белого оленя и повез к себе в стобище. А осенью приехали родители невесты, и два племени сыграли большую свадьбу. И стали они жить душа в душу. Молодой шаман помогал людям и оленям, а молодая жена оказалась мастерицей-вышивальщицей. Даже из самых дальних стойбищ приезжали женщины, чтобы научиться мастерству вышивания и разучить звонкие корейские песни. Так прошло три года. Только не было у них детей. И вот однажды призвал старый шаман сына и говорит «Придет день, передам я тебе свой шаманский бубен, который когда-то получил от отца. Но до тех пор хочу я увидеть внука, которому в свое время передашь бубен ты, чтобы рот шаманов не прерывался. Поезжай на юг к Карелам, найди там старуху Лоухи. Она знает, как помочь вашей беде». Наутро посадил молодой шаман свою невесту на белого оленя, и отправились они на юг. И у всех людей, которых встречали, спрашивали, а как же им найти старуху Лоухи? На что им неизменно отвечали, что найти колдуню Лоухи нельзя, но если она очень нужна, она найдется сама. И вот однажды к вечернему костру вышла из леса худая белая старушка. И сказала, «Знаю я вашу беду, и знаю, как ей помочь. Только скажи сначала, готов ли ты поменять старого друга на нового наследника?» Посмотрел молодой шаман на оленя, потом посмотрел на молодую жену и сказал, «Да, согласен». Олень, словно поняв, что речь идет о нем, подошел к старушке и встал рядом, словно признавая ее новой хозяйкой. «Тогда слушай внимательно и сделай, как я скажу», – сказала старушка. А когда закончила речь, повернулась и исчезла, словно ее не было. Смотрел олень в глаза своему другу, словно видя его в последний раз. Повернулся и тоже исчез в лесу. А наутро молодые пошли к олень-горе, и на ее закатном склоне, на каменном уступе, нашли родительский камень. Тогда взялись они за руки и пошли вокруг камня, словно бы держали не друг друга, а своего будущего малыша. И так семь кругов, семь раз на дню. А вечером расстилали оленью шкуру и отдавались друг другу без остатка. И так семь дней и семь ночей подряд. А на восьмое утро жена рано растолкала мужа, и окрестности олень-горы огласил радостный крик. Так кричит мужчина, узнавший, что станет отцом. В положенный срок родился крепкий смышленый малыш. Старый шаман передал свой бубен сыну, и еще многими шаманскими хитростями успел поделиться с внуком. С тех пор так и пошло. Если у карелов, поморов, лопарей давно не было первенца, шли они на олень-гору. И на ее западном склоне, на скалистом уступе, находили родительский камень. Брались они за руки и шли кругами вокруг него. Если хотели сына, шли вправо, хотели дочь, шли влево. И так семь раз по семь кругов. А ночью отдавались друг другу без остатка. И тогда, когда рано, когда поздно, оглашал окрестности олень-горы радостный крик. Еще стали люди знамечать, что иногда на гребне горы появлялся силуэт могучего оленя. Знать ждет малыша нелегкая судьба. Стать ему справедливым вождем или мудрым шаманом, смелым охотником или непревзойденной мастерицей. С тех пор пролетели века. Пришли в землю саамов другие люди с другими обычаями. Со временем люди забыли про родительский камень и даже где он лежит. А олень-гору стали называть на чужой манер – Иван-гора. А камень по-прежнему лежит на скалистом уступе и ждет тех, кто в него верит. Ведь достаточно просто взяться за руки и пойти вокруг камня. Семь кругов по семь раз на дню. Семь дней подряд. Если действительно веришь, радостный крик возвестит о зачатии новой жизни. А иногда на гребне горы мигнет силуэт могучего оленя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok